Мы за людей. Это кредо дежурного по городу. Каждый день мы принимаем десятки звонков от наших телезрителей. О некоторых мы расскажем в ближайшие несколько минут. Всем привет. Меня зовут Александр Батуханов. И мы начинаем. Ремонт не в радость. Кто исправит недоработки подрядчика? Предложили мне то жилье, где нету ни косметического ремонта, ни воды. Там труба покосилась. С вещами на выход. Кто хочет отобрать дом у матери четверых детей? Опасный погорелец. Кто отвечает за торговый центр «Гвоздь»? Ответы прямо сейчас. Перемены зачастую в радость, но бывают и исключения. Одно из таких произошло с домом на станции «Дивизионная». В здании делают капитальный ремонт крыши. Объект почти завершен. Но у жильцов уже появились вопросы. Когда лежал старый шифер, вот здесь просвета не было. Здесь прям вообще красота. Там нет пуска крыши. Там нет пуска крыши. И как раз мы, получается, находимся над первым подъездом, который затопило. Когда шел дождь, у них просто все с потолка бежало. Прямо в самом подъезде. Обратите внимание на опилки-водостоки. Они здесь лежат со времен недавнего ремонта. Да, согласен, это мелочи. Но для меня это показатель качественно выполненных работ. И если строители решили, и так сойдет, то что им мешает сказать эту же фразу во время, ну, например, укладки шифера? Это что-то какая-то трубка? Это они бюджетиком... Да, смотри. Вот, то есть, они взяли, увидели дырку. Снимаю шляпу за гениальность этой идеи. Положили шифер, пытались забить гвоздь. Вот он. Видимо, промахнулись. То есть, ну, бывает такое, что поделаешь. И чтобы дырка не капала, они вот взяли и просто плюхнули сюда герметик. Мы нашли еще одну отверстие. Их тут даже два. А, ну вот, раз. Дырка, хорошо виден свет. И вот вторая еще такая же история. Все сделано по технологии. Подрядная организация выполнила работы на 90%. Когда будет назначена комиссия по приемке, все недостатки будут проверяться, учитываться. И от назначения приема, акт приемки будет подписан только после того, как все замечания будут устранены. Подрядчик в ближайшее время, ну, однозначно до приемки, все листы, если там будут трещины, отверстия какие-то, будут заменены полностью, ну, не заделаны герметиками. Пока мы снимали первый дом, к нам обратились люди и из соседних зданий, где в прошлом году также поменяли кровлю. И вот, что они нам рассказали. Они мне уже по гарантии меняли. Я говорю, они будут в течение гарантии менять, менять, и в итоге самим, что ли, латать. Шифер некачественный, течет. Зимой лежал снег на чердаке. Стены сыреют. И мы тоже обращались в фонд капитального ремонта. Шум-гум. Поставили домики на трубы. Жесть мягкая. При малейшем ветре шум стоит. Громыхает. Громыхает очень сильно. Весь металл, который был на крыше, сняли. В том числе с пожарной стены, которая тоже должна быть покрыта металлом. У нас сейчас она голая стоит. Вы не обходите, пожалуйста. Я уже несколько раз обращалась по этому поводу и по поводу протечек в нашем доме, уже в новой крыше. Фонд капитального ремонта. Гашеву писали, значит. Нет ни ответа, ни сделанных работ. Фонд несет гарантийные обязательства в течение пяти лет после приемки. Если причиной протечек кровли, не обязательно кровли, каких-то других дефектов по другим элементам квартирного дома будет являться именно послужило действие подрядчика, некачественно выполненной работы, то это, безусловно, будет карантийный случай. И мы при поступлении обращения в фонд, мы привлечем подрядную организацию для исполнения гарантийных обязательств. Для этого жильцам необходимо сделать обращение через свою управляющую компанию, составить акты, по возможности приложить фото или видеофайлы. Если же у дома нет управляшки, то это может сделать жилец дома. Мы связались с жителями домов и попросили их еще раз составить жалобу и обратиться в фонд капитального ремонта. Мы продолжим следить за этой историей, чтобы жизнь людей все же стала лучше. А тем временем отправимся всего Сотникова на улицу Улан-Уденскую, где женщину с четырьмя детьми буквально выгоняют на улицу. В декабре месяце пришла женщина Наталья с арбитражного суда. Сказала, что застройщик выставляет квартиру на продажу. Я съездила в ГБУ семья. Они говорят, мы ничего не знаем, нам письма не было. Ладно, я протерпела. В январе сходила. Они, вы ждите, нам никакого письма не было. В феврале, тоже ждите, звонит мне с арбитражного суда 2 апреля. То, что эту квартиру застройщик продал. А меня сюда они переселили в 2020 году. Квартиру женщина получила временно, ее заселили на пару месяцев. Но в итоге прожила в ней почти 4 года. Теперь ее хотят переселить в другой дом, на противоположной улице. Но оказалось, он не совсем подходит для проживания многодетной семьи. Предложили мне то жилье, где нету ни косметического ремонта, нету, ни воды. Там труба покосилась, во-первых. Труба, в смысле? Да, печная труба покосилась. Представляете, у меня четверо несовершеннолетних детей. От 11 до 4, до годика. Я говорю, я что, должна сама делать ремонт? Красить, белить это все? Ну, вы покрасите, побелите, вы заселитесь, будете жить. Я говорю, я не буду в эти квартиры селиться. В жилом помещении, где она сейчас проживает, продали, получается, на электронном аукционе продали, теперь уже собственники другие. Мы ей предложили переселиться временно в другое жилое помещение, в этом же поселке. Но пока, к сожалению, так, потому что у нас маневренного фонда нету. Жилье дадут, но опять временное. Специалисты пообещали помочь семье привезти квартиру в порядок, оформить все документы. А чтобы в будущем женщина получила свою собственную крышу над головой, нужно получить сертификат. У нас 15 апреля завершится прием заявлений на сертификаты. Мы знаем, что она подала документы. Жилищная комиссия рассмотрит все заявления и уже вынесет комиссионное решение. Жилье будут раздавать по очереди, в приоритете родственники или участники СВО, а уже после остальные. Списки новоселов будут известны уже в конце апреля-начале мая и вполне возможно, в нем может находиться и имя Варвары. Дежурный по городу принимает свои заявки не только по телефону 220-37, но и по вайбер-чату. Записывайте номер телефона 602-600. Как правило, видео и фотографии, отправленные на этот номер, мы освещаем в нашей рубрике «Народный контроль». Сгоревший гвоздь угрожает пешеходам. Ветер срывает старую кровлю и разносит ее по улице. В торговый центр ГУОС составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КОАП РФ. За невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства протоколы направлены на рассмотрение в мировые суды и в городе Улан-Удэ по месту регистрации. Хочу записать обращение к администрации ЖД района. Вот Кирзавод, улица Трактовая. Такая огромная свалка тут. Стихийная свалка рядом с тротуаром. Есть ли возможность ее убрать? По факту нестанкционированного складирования мусора по улице Трактовая. Значит, получается, данный участок ранее использовался как портовка атотранспортных средств. В настоящий момент там дорога закрытая, поэтому, ну, скажем так, недобросовестными гражданами допущено складирование КГМа, крупногабаритного мусора. Значит, в рамках месячника санитарной уборки города Улан-Удэ, администрации района совместно с комитетом городского правительства подрываются мероприятия по лимитации данных свалок. В ближайшее время будет получено. Ветки над проводами – короткое замыкание. Горожане просят подрезать деревья возле остановки «Инфекционная больница». В рамках своих полномочий МБУ городское лесничество проведено поднятие штампов деревьев по улице Больничная, улице Медицинская, формовочная подрезка древесно-кустарниковой растительности. В охранной зоне системы электроснабжения осуществляется ресурсоснабжающей организации. Охранная зона устанавливается согласно постановлению правительства Российской Федерации 24 февраля 2009 года номер 160 у порядке установления охранных зон объектов, электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Это лишь часть того, что мы хотели вам рассказать. Не переключайтесь, вот что вас ждет во второй части программы. Это очень странное место. Гробы в городском лесу. Кто уберет страшную находку? Наши сети находятся бесхозными. Четырехлетняя борьба. Когда жители Бакульника получат стабильное электричество? Дорогу невозможно прийти. Тернистый путь. Есть ли шанс на хорошую дорогу к спортивному комплексу? Ответы через несколько минут. Путь к спортивному Олимпу Тернист как в прямом, так и образном смысле. Дорогу в центр «Патриот» и детскую поликлинику не могут сделать вот уже два года. Надеемся, у чиновников в этом году найдется время исправить ситуацию. Дорогу невозможно прийти. У меня ребенок старший ходит в секцию. Ему приходится там пешеходный переход около рынка, либо там. То есть тут посередине нет. И контролировать я не могу его, как он переходит дорогу. Как правило, дорогу к подобным сооружениям стараются делать максимально безопасной. Оборудуют пешеходные переходы, освещение. Но здесь про это почему-то забыли. И ближайшие две зебры находятся в полукилометре от главного входа в «Патриот». Вот и приходится людям перебегать дорогу в неположенном месте, да еще и на опасном повороте. Видно же, что постоянно коляски застревают. Очень сложно идти. Просто нет нормальных условий. Там даже тротуара нет, по сути. Здесь сделали детскую амбулаторию. И сюда ходят с маленькими такими детьми. И мамочки, они там застревают. Если идти вот из тех домов, получается, у Сринчино, здесь все перерыли, стройки. На сегодняшний день разрабатывается проект. То есть до 1 июня должны экспертизу пройти. Ну, параллельно прорабатываются вопросы финансированные. То есть рассматриваются программы. Данная дорога у нас делится на два этапа. Первый этап – это до школы самой. От Сринчино до школы. И от школы до улицы Бабушкина. Планируем, если все получится, подъезд в данной школе выполнить. Впереди сезон стройки. Надеемся, этот год станет последним, когда дорога до столь важных объектов будет не полосой препятствий, а приятной прогулкой. К слову о прогулках. На этой неделе мы выезжали в лес. По словам жителя Улан-Удэ, гуляет со своей собакой. Он наткнулся на страшную находку. Хотели посмотреть место, лучок пожарить. С собакой приехали туда, гуляли. Туда-то ручья сходили, обратно пошли, увидели их, они там в траве лежат. Страшно было найти такую находку? Да неприятно, но до сих пор мы так и не поехали никуда. Первое, что бросается в глаза, так это то, что они обожжены. То есть есть следы нагара. И, кстати, вот в пяти метрах, вот мы сейчас пойдем туда, есть пепелище. Вот оно. И там есть части даже от этих контейнеров. Видимо, здесь их сожгли, а потом их выбросили туда. Это цинковые гробы. Существует две версии. Первая – СВО. Люди переложили погибшего в другую группу, а этот выбросили. Вторая версия – в таких гробах хоронили людей, которые были заражены ковидом. В любом случае гробы меняют в судебно-медицинской экспертизе. Убрать гробы должен собственник, но он пока неизвестен. У любого предмета есть способ утилизации. Если родственники решили переложить тело в другой гроб, обычно специализированная служба углубляет могилу на полметра. И цинковый вкладыш оставляется в ней. Цена такой услуги – около 7 тысяч рублей. По публикации в СМИ сотрудниками Бурпроднадзора проведено выездное обследование территории, расположенное на пятом километре с передзаводского тракта. В ходе обследования установлено несанкционированное размещение отходов производства и потребления на земельном участке, собственность на котором не разграничена. С учетом изложенного администрации города ВНД объявлено предостережение. Администрацию города попросили убрать мусор и отходы, находящиеся на пятом километре. Я надеюсь, что власти не будут затягивать это дело и вывезут все в кратчайшие сроки. Тем временем отправимся в СНТ «Богульник», где из-за нестабильного электричества страдает более 300 жилых домов. Наши сети находятся бесхозными, можно сказать. В 2021 году, в январе месяце, состоялось совещание в Иволгинской администрации, где Назимов обсказал обстановку, что наш нейтрон, который нас обслужил, стали банкротом. Сейчас произошло, что вот с 16 марта мы опять до 4 апреля ежедневно сидели без электроэнергии. У нас то 3 часа нет, то 4 нет, то 8 часов. Эти трансформаторы появились здесь в 89 году. Они обеспечивают электричеством почти три сотни жильцов. И этим двум старичкам давно пора бы на пенсию. Правда, вот подрядная организация, которая обслуживает их, поменять на новые не может. Ведь она находится на стадии ликвидации. Так жители Багульника как будто оказались в ловушке. Сети принадлежат частной компании. И обслуживать их может только она. Но из-за того, что банкротится, имущество фирмы выкупить практически невозможно. С 2021 года за электролиниями никто не следит. Вот и живут садоводы, как на пороховой бочке. И да, один раз она уже взрывалась. В июне месяце, в 22-го года, произошло у нас большое ЧП. Садоводчество полтора суток сидело без света. В трансформатор попала кошка. И произошло замыкание. Администрацией Волгинского района и председателем правления СНТ Багульник проводятся работы по выявлению конкурсного управляющего ООО «Нитрон» и передачи объектов электросетевого хозяйства в другую сетевую организацию. На этой неделе мы постарались найти ответы практически на все запросы. Жаль только, что результаты не везде видно сразу. В таких случаях мы продолжаем следить за темой. Об изменениях рассказываем о них в нашей постоянной рубрике «По следам». По следам дежурного по городу прокуратура заинтересовалась проблемой сироты, оставшегося без дома. Сейчас я им звоню, говорит, ничем помочь не можем. Такой ответ Анатолию Игумнову дали в ГБУ «Семья». Мужчина-сирота. 20 лет назад он выпустился из детского дома. В 2014 году дождался своей очереди на льготное жилье. Но дом построили некачественно и признали аварийным. Через суд добился новой квартиры, правда, ее по-прежнему нет. Сейчас Анатолий уже обзавелся собственной семьей. С пятью детьми и супругой временно живут у ее родственников. Сколько ему ждать? Вот год, два? Все может быть. Может через год, может в этом году решиться. Я же вам говорю, после жилищной комиссии станет уже ясно. Ответ он тебе получит. Как уверяет директор, у Анатолия есть дом в поселе, который ему выделили как сироте. А чтобы не провалиться под пол в любой момент, предлагают жить аккуратнее. Не видят помехи и в сломанной канализации. Подобный совет ГБУ «Семья» адресовала еще пяти сиротам. Но, возможно, их больше. Быстрее на проблему отреагировали надзорные органы. Предъявлено исковое заявление о признании незаконными действиями Министерства строительства и модернизации ЖКК по признанию пригодными живых помещений в селе Поселье. А также о понуждении Министерства социальной защиты Республики Бурятия предоставить заявителю благоустроенное живое помещение в специализированном жилищном фонде. Хотел поблагодарить дежурному по городу за то, что все-таки они мне помогли хоть как-то сдвинуть с мертвой точки мой вопрос по поводу приобретения сиротского жилья. Благодаря им сегодня со мной связались представители прокуратуры, взяли соответствующие копии документов. Благодаря дежурному по городу, я так думаю, что в ближайшее время вопрос будет решен. Третий лишний дом может не появиться в Волан-Удэ. О загадочном строительстве многоэтажки мы рассказывали на прошлой неделе. Жители двух домов были недовольны несогласованной стройкой. По их словам, возводить дом в нескольких метрах от других зданий невозможно. Это могло лишить жителей солнечной стороны и мешать проезду экстренных служб. 9 апреля 2024 года Республиканской службой государственного жилищного надзора запрошена информация о выдаче разрешительной документации на строительство данного МКД. Комитетом по строительству подготовлен ответ об отсутствии выдачи разрешения на строительство. Несмотря на это, жители переживают, что застройщик найдет другие пути возведения дома. Самоответственные лица на момент съемки сюжета не отрицали планов по освоению этой территории. Очередная рабочая неделя подошла к концу. В завершении напомню вам телефон дежурного по городу 223-7. Не забывайте оставлять свои номера телефонов для обратной связи. И, возможно, ваше обращение станет началом для нашего сюжета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова